Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о известных певицах Кристине Арбакайте, Алле Пугачевой и работе антикоррупционного комитета. Пять дней назад организация Никиты Михалкова начала жесткую проверку имущества и недвижимости Аллы Пугачевой и ее дочери, которая располагается на территории Российской Федерации. Проверка еще не закончена до конца, однако ее первоначальные результаты уже шокируют своим размахом. В течение нескольких дней члены антикоррупционного комитета Владимир Винокур, Лев Лещенко и Дмитрий Певцов проверили практически все богатство Кристины Арбакайте и Аллы Пугачевой, которая располагалась на территории Российской Федерации. Было конфисковано почти 90% всей недвижимости и имущества, которое теперь пойдет действительно на благие цели – увеличение социальных пособий, пенсий и зарплат бюджетников. Колоссальное богатство Кристины Арбакайте и Аллы Пугачевой просто шокирует. Однако теперь всему этому пришел конец. Многомиллиардное богатство клана семьи Аллы Пугачевой теперь пойдет на улучшение социального уровня жизни простых людей. Было конфисковано имущество и недвижимости почти на 3 миллиарда долларов. В частности, были арестованы следующие объекты. Сеть подземных автопарковок на 3600 мест в городе Калининграде. Семь элитных фитнес-центров на 15 тысяч мест в городе Казани. Десять американских вертолетов «Робинсон» и сервисный центр по их обслуживанию в Самарской области. Четыре концертных развлекательных комплекса общей площадью 10 тысяч квадратных метров в городе Уфе. Горнолыжный комплекс-курорт на тысячу мест в городе Сочи. Семнадцать частных гостиниц, где могли проживать одновременно 20 тысяч человек, были арестованы в Санкт-Петербурге. Десять элитных подпольных казино в городе Владивостоке. Они функционировали почти 15 лет. Двадцать четыре нежилых помещения под торговый центр общей площадью 30 тысяч квадратных метров в городе Новосибирске. Пятьдесят четыре двухуровневые квартиры общей площадью 65 тысяч квадратных метров, которые располагались в разных городах Российской Федерации. Ко всему этому богатству можно добавить сеть элитных саун в городе Казани, сеть салонов красоты, парикмахерских ресторанов на территории Российской Федерации, а также несколько конных ипподромов. Никита Сергеевич Михалков назвал данное событие колоссальной победой над коррупцией в мире российского шоу-бизнеса. По словам начальника антикоррупционного комитета, подобная операция по конфискации имущества еще не проводилась. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете закон и порядок действия организации Никиты Михалкова, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.